За мелкого? Мелкого сколько было? Мелкого. Мелкого вообще было много. Картина масла. Маленькие кучки сегодня запорошила снегом. Эту попробуй спрячь. Песик Миша такое не одобряет. На прогулке собака не оставляет за собой улики. Продукты жизнедеятельности Миши убирает его хозяйка Оксана в обычный полиэтиленовый пакетик. В последнее время появились тоже, мягко выражаясь, кучки, оставшиеся от животных. И это очень неприятно и некрасиво. И, конечно же, мы боремся с этим, но, к сожалению, пока людей не доходит. Менталитет, наверное, русского человека, наверное, не предусматривает то, что нужно убирать все-таки за своими собачками. А вот, кстати, с точки зрения биологии собачьи фекалии это даже здорово. Это, конечно, неэстетично. Ну, вот просто мы идем, да, и некрасиво, эти кучи, конечно, все видим экскрементов. Но с точки зрения биологии для природы это не вредно. То есть это органические удобрения, которые идут. С учетом того, что у нас почва обедненная в городе, то для земли это хорошо. И для деревьев, и для травы это тоже хорошо. А вот с другой точки зрения, да, с точки зрения эпидемиологии, это может действительно представлять опасность. Даже, наверное, не столько хозяйские собаки могут представлять опасность, сколько собаки бездомные. Маргоше 9 лет. Еще до этой собаки Ксения уже утилизировала отходы своих питомцев. В пример девушка приводит опыт других стран. Во Франции на улицах устанавливают такие стойки с пакетами и рядом контейнеры для сбора результатов. Барнаул пока далек от такой инфраструктуры, поэтому собаководам приходится выкручиваться самим. Если я нахожусь где-то далеко, то я выбрасываю в мусорницу городскую. Если это недалеко, как этой организации, обычно народу это не нравится. Второй вариант – это мусорный контейнер во дворах домов. И третий вариант, если так удобнее, то это пакет в сумочку специальную и дома утилизируем. Я надеюсь, что в парке, например, у нас будет мусорница, куда можно будет выбросить. Потому что я понимаю, что, например, людям, которые сидят на лавочке, рядом у нас открытые мусорницы, видеть там собачьи отходы тоже неприятно. Поэтому я стараюсь в местах пользования широкого не выбрасывать. Таких, как наши герои, Оксана и Ксения в Барнауле не очень много. И ведь сегодня недобросовестных хозяев даже нельзя оштрафовать. Если человека поймают за руку, а собаку за лапу, их просто пожурят. Несмотря на то, что у нас действует закон об ответственном обращении с животными. Лица, допустившие нарушение, несут административную уголовную ответственность и иную, предусмотренные законодательством. Но в то же время в действующей редакции КУАП ответственность за неисполнение требований федерального закона об ответственном обращении с животными на сегодняшний день не предусмотрена. То есть сейчас все, что можно сделать, это только довести хозяина до суда, но при этом просто ему сказать, больше так не делай? На сегодняшний день, да, мы выдаем предписание, но в большинстве случаев владельцы относятся к этому с пониманием и исполнение предписания выполняется. Но в ближайшее время этот пробел должны устранить. Минюстом России подготовлен проект, предусматривающий наказание за безответственный выгул животных. И возможно, что уже в следующем году любители оставить после себя яркий след на земле понесут реальное наказание. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, День с толком. Спасибо. Спасибо.